Всех приветствую, мои родные и любимые христолюбчики, братья и сестры во Христе и все люди на земле, и добрые, и злые. Я хочу отчет сделать по тому, что мы собирали на нужды, и кстати о своей маленькой тоже потребности объявить, у кого есть желание, может быть захочет мне помочь. Так, начнем мы. Давайте я на пальцах практически одной руки все-таки хочу перечислить, зачитать тех, кто помог. Ну, первое это Викуля, не знаю где она умудряется выискивать средства, Вика перечислила 75 тысяч. Анюта с Женей, мои родные из Германии, Малая Церковь, 4 тысячи перечислили, Андрей Валентинович, 3 тысячи перечислил раз на коляску, потом еще 1 650 перечислил. У Андрея, кстати, я хочу сказать свой канал Благовест, я ссылку оставлю в описании, кто хочет, переходите, посмотрите. Вот, я, кстати, все ваши комментарии, а, ну ладно, я почитаю некоторые, может быть даже сейчас комментарии, да. Так, Саша Ерохин еще мне буквально месяц назад, где-то недельки две назад перечислял, кое-что оттуда потратил, ну в смысле на нужды, и мне сейчас кто если что-то там переводит, я, конечно, сразу всем не разбрасываю, как объявляется, я сразу туда все вкладываю. И он мне тогда 1800 где-то переводил, я там 250 помог, и 1550 осталось, вот я их сюда добавил. Валера тысячу перевел, и Саша 100 рублей. Всем спасибо, от мала до велик, от меня лично низкий поклон, я вами любуюсь. Помните, как идиот в Достоевском говорил, я просто любуюсь вами и восхищаюсь, вы мои герои веры. Если вы сложите, я на экране вам не могу показать, это у меня в записной книжке, в электронной, просто я с нее читаю, все пометки делаю всегда. Ну, Алене, как мы и договаривались, и как она сумму объявляла, 3000 на коляску, сейчас я все покажу. Мне все просто уже отчитались тоже, так скажем, или отписались, как хотите. Я все покажу сейчас. 3000 Алене на коляску, 1500 я перевел косоноговой Ольге, кто знает, это вот тоже у нее там зайчья губа. Надеюсь, она это не стесняется, я всем говорю, это там двое детей тоже просила, на продукты даже не было. Вот, я ей из этих денег перечислил. 4300 я Гашковым отправил, 10 тысяч получилось по-новым, вот на операцию, на дорогу, вот на эту помощь, с операцией на опухоль головного мозга, или что там у них. Ну, если вы вот сложите, что там, что там, 18800, получается, так я их распределил. Вот, теперь давайте пробежимся по, что у нас. Давайте сначала ВК, ВКонтакте посмотрим. Так. Я пишу Екатерине Пановой, куда деньги перевезти, она пишет, здравствуйте, дает мне номер, карточки, телефоны Екатерины Юрьевны Пановой, у мамы карты нет. Я вот перевожу, я не знаю, открывать вы видите, вот так я могу крупно открыть. Вот, 10 тысяч я им перевел, тут вот видно, комиссия 100 рублей с меня снялась. Ну, я написал, сколько получилось собрать, у меня маленькие возможности. Я написал, огромное вам спасибо, дай бог вам здоровья, вы наш спаситель. Ну, не я, а мы. Если уж так. Единственное, вот вам не видно, кстати, я убрал. Ну, ладно. Так. Я, кстати, единственное, хочу еще зачитать, получается, сообщение. Еще Наталья мне до этого писала. Дима, большое спасибо тебе за Сережу Пановой. Это мальчик. Я когда записал ролик, она мне только потом это сообщение прислала. Это мальчик учился с моей второй дочей в классе. Он очень хороший, солнечный, добрый. Когда он узнал диагноз, его папашка заглянул к нему в комнату и поинтересовался, не сдох ли он еще. Мы все деревни собираем, где кто может. Ну, не могла я о тебе не вспомнить, извини, пожалуйста. Просто отец отморозок, а мать в отчаянии. Я сама всю зарплату ей отдала. Я была в этой шкуре, но то сама, а видеть отчаяние матери, это страшно. И сердце на куски рвет. И слава богу, что есть такие люди, как ты. Дай бог тебе здоровья и долгих лет. Мы обратились в фонд Хабенского. Там затребовали, естественно, документы и точную сумму. Чуть ли не счет с больницы. Такого документа у нас нет, и оттуда тишина. А время уходит. А ты не рассусоливаешь, правда-неправда. Сперва сбор объявила, потом уточняешь. Спасибо тебе, низкий поклон. Ну да, я еще, я же писал тоже. У Екатерины я тогда спрашивал. Сумма операции известна. Это уже после того, как я ролик записал. Она пишет, нет конкретной суммы, пока не знаем. Потом она пишет, здравствуйте. Нам вроде дают квоту хотя бы на дорогу и на проживание собрать. Ну, получается, в принципе, я надеюсь, там они сами помогали. Ну, и вот эти 10 тысяч от нас тоже как-то хоть помогут. Так, я, кстати, сейчас, секундочку еще... Что-то я не все подготовил. Сейчас открою канал. Там тоже писала... Так, Христалик Лайф. Комментарии. Так. Наталья еще тогда написала тоже к ролику. Сейчас я найду. Это мальчик-одноклассник, моя дочь. Умоляю, помогите. Ну, сколько могли, вот. Помогли, да. К сожалению. Ну, я вам говорил, моя мечта, да. Большой канал с большой аудиторией, чтобы мы могли действительно творить добрые дела. Это было бы здорово. Не так много в жизни надо, и не так это сложно делать. Тем более, действительно, сейчас с цифровыми технологиями это так здорово, просто и понятно. Так, давайте теперь мы Алену посмотрим. Окей. Вот я тоже ей перечислил. Вот вы видите на экране чек. 3000 рублей. Там комиссию снимает. Так. О, боже, самый лучший друг. Спасибо большое. Большой. Много раз ты такой самый классный, самый добрый на свете. И каждый день молюсь за тебя. Ну, я пишу всегда. Это от моих друзей. От всех нас. Ой, спасибо большое. Много раз им от всех моей души. Дима. А какой фью? Это твои карты. Ну, это ей там надо все время. Куньцов. Дмитрий Евгеньевич, я пишу. Спасибо большое. От меня от меня. Так. Привет, Дима. Мой самый хороший друг. Спасибо большое вам всем. Мы купили коляску. Я уже гуляла. Я очень сильно рада. Так, вам видно вот так фотографии. Ну, да, видно. Вот у нее эта коляска. Они теперь катаются. Ну, она мне все время шлет всякие эти картиночки. А, нет, это уже не ее. Теперь я вижу хоть свет и людей. Спасибо большое. Я пишу классно. Она пишет спасибо. Так, Алену тоже посмотрели. И теперь кто у нас? Кто у нас? А, Гашкова у нас. Так, Гашкова, Телеграм. С Ромой мы сейчас в Телеграме в основном переписываемся тоже. Ну, вот тот ролик, что она сбросила. А, это еще ролик до этого, помните, тоже был. Или этот. Этот, наверное, да, я уж не помню. 31 Юль, ну да. Вот я Роме, то, что я вам говорил, 4300 я сбросил. Так, ну и Ромина, вы можете... Димочка, спасибо вам большое, христолюбчики наши. Любим вас, обнимаем, целуем. Спасибо, Дима. Спасибо вам большое, Дима. Любим вас, обнимаем, целуем. Ну вот, от Ромы вы сообщение тоже послушали. Ну, сколько было. Я, в принципе, на свой страх и риск, на свое усмотрение как-то поделил. Это, я говорю, видите, там и Оля попросила. Вот и... Вот что важнее, опухоль мозга или... Семь детей в школу собрать. Ну, с одной стороны понятно. С другой стороны понятно. Вот так вот. Так, что я еще хотел? А, я хотел, кстати, сразу здесь зачитать вот раз Андрея тоже комментарии. Быстренько я вот нашел. Тоже он пишет. Вот чем должна... Ну, это к этим роликам, которые записывал. У Андрея я могу вот прям перейти на ваших глазах. Есть канал. Я ссылочку добавлю. Благовест.дм. Я, кстати, не знаю, почему он так Андрей его называет. Вот тут у него видео. Я как-то Андрея смотрел несколько раз. Ну, сейчас я говорю, вы знаете, учителя, учителей, наверное, не смотрят. Вот. Так что, в том плане, что уже времени не хватает. Живешь, чтобы сам светить, проповедовать, да? Вот. На Андрея канал я дам ссылочку. Ну, вы сами можете в Ютубе Благовест.дм. Забейте и попадете на его канал. Так. А мы с вами почитаем его комментарии. Вот чем должна заниматься церковь Иисуса Христа. А не молитвенные дома строить. Абсолютно согласен. Причем даже с его словосочетанием, что он говорит, что не просто храмы, а даже молитвенные дома. Мы все очень любим молиться, молиться. И ни рубля не подать. Да ты своими силами попробуй помочь человеку. Бог и так тебе все дал. Это руки, ноги, голову и заработать деньги. Именно тоже, кстати, для этого. А мы все молимся. В ближайшие 24 часа помогу. 8 детей. Молодцы, ребята. Вот тоже. Золотые слова. Кого только не спрашивай, не пишешь. А зачем столько рожали? Один ответ. Вот сразу видно, сердце христианина или нет. Там им, наверное, постоянная помощь нужна. В каком регионе живут. Отправил Гашковым на школу. Ну, я пишу, что в описании к ролику, кстати, я говорю, я хоть те странички позакрывал на сайте, на самом. Их тяжело. Их надо ввести. Я говорю, меняются. Вот я, кстати, в тот день, я вам могу показать вот это. Только я про Алену записал ролик. Она мне тут же говорит, что у нее опять изменилось. Я пересылаю деньги не лично ей. Вы же знаете, там проблемы у нас сейчас с Украиной в России. И я пересылаю. Есть какая-то, видимо, тетя, типа социального работника или еще кто-то. Это же она получает. Вот. И она получает именно Сбербанковскую как-то. Может быть, она где-то в России их снимает, в Ростове. Я не знаю. Но она, видите, все доходит. Но она уже мне четвертый раз, как минимум, за то время нашего общения дает новые данные карточки. потому что она меняется. Не знаю, по какой причине. Вот. Но я вижу, что все доходит. Мне этого достаточно. Вот. Так. И по поводу адреса. Просто под описанием ролика и Гашковых адрес-то есть. Они живут в Алтайском крае. Сейчас в селе вот это. Сорочий Лох, улица Пушкина, 32. Но я написал все равно и его комментарий, Андрей. Ну, я написал, получил. Все, спасибо. Переправлю. По поводу, да, ведь Рома-то писал и Таня, они говорили. В принципе, можно и помочь. И не только. Ну, я вам говорил, что на сеть констоваров, мне кажется, проще деньгами помочь. Там сами разберутся. А вот одежду на девочек. Причем одни девочки. Ну, и вот мальчик. Год там, да, уже, наверное, получается. Можно, конечно, помахать. Ну, или еще чем-то. Вы знаете, и бытовая техника. Все нам нужно в жизни. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Всем спасибо. Всеми вами я любуюсь, восхищаюсь. И вы мои герои веры. Вот. И как раз к бытовой технике. Я хотел свою маленькую нужду тоже сказать. Я продал тот моноблок. Он без дела стоит. У меня был моноблок, кто знает. Я тогда, когда еще в деревне один сидел, все равно сам умудрился на него заработать. Там кое-что я делал, сайты. Я его сейчас продал, потому что уже год. Вы помните, я собирал. Вы мне помогли тоже этот ноутбук купить. И я привык уже. Я и раньше с ноутбуком был. Но там я что-то решил, помню. Тогда. Да, но в принципе, я тоже ради экономии. Хотя моноблок я тот купил хороший тоже. Но ради экономии я купил и не настольный компьютер, кто знает. И нетбук. Потому что я не тянул это. Плюс мне хотелось с большим монитором. Потому что для той работы, которой я занимаюсь, сайты, ролики, вот эти чтения текстов, трансляции. Конечно, я за 10 лет сильно посадил зрение. Я хоть не в очках сижу и работаю, но у меня село, конечно, зрение. Поэтому вот эти все большие мониторы, качественные технологии, сейчас они очень, конечно, тоже важны. Короче, моноблок я вчера продал за 15 тысяч рублей. Покупал я его тогда за 30. Но, увы, но там в комиссионном магазине. Типа с уценкой. Хотя он стоил 45, да. Но я тогда на нем, типа там с какими дефектами. Я тогда никаких дефектов, ничего не нашел. Он мне верой и правдой вот там 3-4 года прослужил. Год он практически в пузе его простоял. Я его не мог продать, потому что он там завис у меня. Я же уехал, вы знаете. И вот когда я его сейчас сюда привез и продал за один день. Он действительно хороший, достойный тоже. Мне за него не стыдно было. Вот даже думал, может быть, дешево продал. Надо было хотя бы за двадцаточку. Ну ладно. Вот. А что я хочу? Я хочу себе, естественно, монитор. Потому что ноутбук легко подключается к монитору. У тебя большой экран. И можно работать. Да, ноутбук хорошо. Сейчас я, может быть, опять на некоторое время в деревню там съезжу. Где-то я вот путешествовал. Видите, я могу всегда быть мобильным. Все равно записывать все это. И ролики обрабатывать. Ну, конечно, если ты находишься дома, надо работать на большом экране с качественной графикой, с качественной матрицей, с подсветкой. Ну, кто знает. Я выбрал себе монитор. Вот. Сейчас я вам его покажу. Этот монитор стоит он в сети линке 22580. То есть пятнашка у меня есть. 7500. Мне еще надо. Вот. Так что, если есть возможность у кого и желание, милости просим. На этом у меня все. Всех люблю. Целую. Обнимаю. Пока-пока. До встречи в следующих роликах.